Вова занят сейчас, да. Вчера Владимир Александрович Зеленский сделал заявление о том, что будут бороться с олигархами, будут превращать их в бизнес. Можете ли вы предположить, каким образом можно олигарха превратить в обычного бизнесмена? Смотрите, а что такое олигархат? Олигархат, это когда бизнес объединяется с властью, когда бизнесмен, как бы бизнесмен, имеет в Верховной Раде определенных народных депутатов, на которых влияют теми или иными способами, заставляя их принимать те решения, которые выгодны ему, его бизнесу. Потом эти решения конвертируя в свою прибыль, становясь еще богаче и приобретая новых народных депутатов. Если говорить о народных депутатах. А если говорить о чиновниках, то процедура, собственно говоря, точно такая же. Это действительно беда нашего общества, беда, с которой наша команда на сегодняшний момент борется. Вообще наша фракция, самая большая фракция парламента, является примером, каким образом эти принципы не культивируются в сегодняшней Верховной Раде. А то, что этот вопрос, эту борьбу необходимо завершить, необходимо довести ее до логического конца. И на самом деле примеры принятия соответствующих решений у нас встречаются до сих пор, к сожалению. Это процесс, который надо довести до конца. Или президент правильно абсолютно говорит? Нет, это я согласен. Я говорю, можете ли вы предположить, каким образом он будет именно бороться с этим? Существуя то, что у нас депутатские фракции даже на группы влияния... Смотрите, речь идет о политической коррупции. Каким образом бороться с политической коррупцией? Уголовным преследованием, в первую очередь. Потому что политическая коррупция – это преступление. И оно должно расследоваться, и лица должны привлекаться к ответственности. Речь шла о каком-то законопроекте, который готовит президент. Давайте посмотрим на него. Возможно, он предложит еще какие-то инструменты, возможно, и отдельные составы преступления, которыми надо дополнить уголовный кодекс. Я думаю, что мы поддержим с высокой долей вероятности эти предложения. Да, и тогда такой вопрос. Вот два дня назад трех бывших граждан Украины лишили гражданство. Думаю, слышали. Один из них был даже гражданином Израиля. Такой вопрос. Может ли, как способ борьбы с олигархатом, быть лишением украинского гражданства депортации, например, таких людей, как Игорь Валерьевич? Для лишения украинского гражданства необходимое основание. Двойное гражданство, например. И, насколько я знаю, по любому такому решению, есть соответствующие основания. Само по себе лишение гражданства для борьбы с олигархатом, или для привлечения к уголовной ответственности, или для чего-либо другого, не работает, потому что это незаконно. Для этого должны быть основания. То есть олигарх должен быть не просто олигархом, а еще и гражданином другой страны. И тогда последний вопрос еще маленький. Учитывая состояние пандемии, то, что мы уже очень долго в коронавирусе, как вы думаете, после того, как у нас там пройдет вакцинация, мы выйдем вот из эпидемии, сколько времени нужно будет украинской экономике на восстановление? Вот до того уровня. Украинская экономика уже в этом году будет восстанавливаться. Я считаю, что мы должны, по нашим прогнозам, выйти на уровень 2019 года в этом году. Спасибо.